Всем доброго времени суток. Относительно недавно я делал обзоры всех игр по комиксу Астерикс Эбиликс, и в конце я так и намекнул, что очень жду новой игры с припиской Slab The Mall. Ну чё, вот игра и вышла, и... иначе того не стоит. Первое, что меня встретило в данной игре, это очень пустое, я бы сказал, меню. Абсолютно никаких опций и никаких дополнительных режимов, ничего вообще нету. Изменить ничего нельзя, ладно хоть связка Alt Enter работает, за это спасибо хотя бы что ли. В пункте туториал вам покажет какое у вас есть управление, хоть за это опять же спасибо, понятно какие кнопки нажимать, ибо изменить его опять же нельзя. И да, в очередной раз управление на клавиатуре неудобное. Играбельное, но неудобное. Само управление в игре-то работает отлично, о чём чуть позже. Проблема именно в не слишком удобной раскладке. Запустив игру, вас встретит весьма приятный глазу визуал. Всё цветастое, яркое, красивое, анимация выполнена здорово, отрисовка в стиле комикса. Между уровнями есть небольшие зарисовки, а опять же, в стиле комикса фанаты будут очень довольны. Мне этот момент понравился. Тем более, что каждая глава игры основывается на каком-то конкретном комиксе и соответствующем приключении. Например, первый акт — это игранизация Астерикса в Британии. Перейдя к игре, мы открываем перед собой довольно простоватенький, но эффектный битэмап. Есть три основные кнопки — базовая атака, спешл и захват. Жмякая по кнопке удара, вы получите стандартную для жанра комбу на 4-5 ударов. Спешл — это, собственно, дополнительные спецудары. Их четыре штуки в зависимости от того, нажали ли вы с направлением или нет. Например, нажав без направления, вы сделаете круговую атаку, а нажав с направлением вверх — шмякните апперкотом. На спешл тратится энергия, отображаемая в виде значков молнии рядом с портретом вашего героя. Но восстанавливается она довольно-таки быстро, так что можете на это внимание не обращать. Кнопка захвата позволяет хватать врагов и бросать их в разные стороны, при этом можно еще и размахивать как угорелым. Вполне обыденная вещь, очень полезная для разброса врагов в разные стороны. Также через нее надо подбирать еду для пополнения здоровья, выбиваемую из бочек. Еще по ходу игры из врагов и бочек выбиваются монетки, но они вообще ни на что не влияют, кроме конечного счета, который в свою очередь тоже ни на что не влияет. Есть еще кнопка блока, прыжка и смены героя, а нажав дважды вперед можно побежать. Простенько, но со вкусом. Тем более, что Атлупикс и Афонарикс несколько отличаются друг от друга в плане приемов и имеющихся возможностей. Управление само по себе отзывчивое, кнопок немного, привыкаешь к нему практически сразу, если хоть раз играл в классические битамапы. Но все же не все так гладко. Поначалу, да, избивать врагов очень даже весело, особенно толпой. Во многом, опять же, благодаря оформлению и отзывчивому управлению. Враги тут очень хорошо детализированы. Если присмотреться, то можно заметить, как у них после ударов вылетают зубы, отлетают шлемы или выбиваются из рук щиты, а когда они падают на землю, им по голове прилетают их же оружие. Опять же, приятная отсылочка к юмору из комикса, за это определенно плюсик. К тому же, все эти враги при этом весьма забавно визжат, гавкают и кряхтят. Да и ваши герои не забудут какую-нибудь шутейку по этому поводу отпустить. Но вскоре замечаешь небольшие поначалу проблемы, а чем дальше продолжаешь играть, тем больше понимаешь, что игра не так уж и хороша, как кажется на первый взгляд. Если коротко, то все, что вы увидите в первом уровне, так и будет сопровождать вас на протяжении всех пяти часов игры. И это если вы еще подыхать не будете. Да, вы не ослышались. В игре нет практически никакой прогрессии и минимум разнообразия, а длится на целых пять часов. За это время вы будете лупить одних и тех же врагов одними и теми же приемами на одних и тех же локациях, под одну и ту же зуноевную музычку. Разнообразие врагов минимальное, и ко всем, даже ко многим из боссов, подходит одна простая тактика, которая работала еще на многих старых аркадных битэмапах. Просто остановить обычную комбу, сделав всего два-три удара, и сбросив ее, начать по новой. Лишь периодически стоит уходить в сторону, чтобы вас с обоих сторон не зажали. Ибо разрабы сделали весьма простой, но крайне бесячий способ и без того продлить игру. У вас нет никаких дополнительных жизней. Сдохли, начинайте уровень сначала, а они здесь длинные. При этом вам после удара не дают какой-либо неуязвимости. То есть, если враги стоят по обе стороны от вас, они запросто могут обнулить ваше здоровье, перепинывая от одного к другому. И вы с этим как-то ничего особо-то сделать не сможете, ибо находитесь в этот момент в анимации хитстана от предыдущего удара. Другими словами, вы должны просто постоянно двигаться и не давать себя зажимать. И тут обнаруживается, что практически все спешлые, особенно у обеликса, имеют очень долгую анимацию, как на старте, так и после непосредственного удара. Что оставляет вас открытым. А значит при толпе они практически бесполезны. Особенно это опять же касается обеликса, который по идее как раз и специализируется на контроле толпы. Именно поэтому я им почти не играл, он слишком медленный. В результате получаем игру, где можно выжить одним единственным способом. Использовать читерные тактики вроде той, что я описал ранее. Сбиваем всю толпу врагов в одну кучу, желательно в одну сторону от вас, и лупим двумя-тремя одними теми же ударами. Всё. Если вам кто-то заходит за спину, делаем дэш назад, таким образом сбивая его с ног, и опять оказываемся с одной стороны относительно всех врагов. И вот понравится ли вам делать одно и то же на протяжении пяти часов, это уже вопрос отдельный. При этом игра не чуряется бросать вас в одни и те же уровни заставляя проходить их по нескольку раз. Например, один только пиратский корабль и избивание красноборода вам придется проходить раз и так пять. Да, периодически будут еще небольшие минималистичные развлечения в виде погони за кабанами, например, или бег на перегонки с римлянином из комикса про олимпийские игры. Но это будет заканчиваться очень быстро и вы едва ли это вообще заметите. И в этом ключевой прокол этой игры. Она слишком длинная, слишком однообразная. Реиграбельности нет, враги все забиваются одинаково, включая многих боссов. И она просто тупо не хочет заканчиваться. Во времена аркад, знаете ли, битэмапы недаром делали короткими, потому что сам по себе жанр располагает к повторению одних и тех же действий. В итоге за полчаса-часик, когда ты проходишь аркадный битэмап, он как бы не успевает надоедать. А тут целых пять часов. Визуально-то да, я не спорю, игра выглядит очень даже привлекательно, но геймплей просто откровенно усыпляет. В общем, от меня пять баллов из десяти. Игра явно своих денег не оправдывает вообще никак. И учитывая, что игру на среднем уровне сложности прошли менее одного процента купивших ее игроков, думаю, в итоге не я один оказался разочарован. А стоит она в стиме, между прочим, 700 рублей. На консолях так и вообще три тысячи. Как по мне, ей красная цена рублей 150-200, не более. Все-таки, жаль, кроме серии XXL в итоге по Asterix нет хороших игр. К слову, на следующее утро после прохождения я увидел интересную новость, что разработчики таки решили добавить в игру опции, а именно смену разрешения и настройку управления. Ну, плюс еще даже поддержку русского языка обещают. Видимо, сразу до выпуска игры этого сделать нельзя было, нет. Вот он вам, модерн гейминг. А кто-то еще, помню, мне доказывал, что к Индии это не прикоснется. Ага, наивные бараны. Anyway, за всем у меня сегодня все. Пишите комментарии, что думаете об этой игре. Рассказывайте о канале друзьям. Если есть возможность и желание, поддержите канал. Все ссылки найдете в описании. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч.